Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня» в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Востребованная профессия нового времени. Трое военнослужащих получили квалификации операторов-беспилотников. Ремонт, который обещают свершить к осени. Расскажем, как в Якутске продвигается ход реставрации дорог. Новый сезон, новые правила. В республике стартовала приемная кампания на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Расскажем об особенностях приема в этом году. Вековой юбилей Близа. Колдан готовится к празднованию своего столетия. Как идет подготовка, расскажут наши коллеги. Явление в роддомах нечастое. В Национальном центре медицины состоялась торжественная выписка первой тройни в этом году. Военкор стал победителем премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Награду военному репортеру Дмитрию Селезневу вручил Юрий Трутнев во время рабочей поездки в ДНР. Селезнев освещал события в Донецке, Волновахе, Мариуполе, Луганской области. Работа военкоров очень важна. Необходимо донести ее до каждого человека. Мы должны победить. Каждый должен найти свое место в этой работе. Нельзя оставаться в стороне, отметил Юрий Трутнев. Удостоверение операторов в БПЛА и квадрокоптеры получили трое военнослужащих во время отпуска. Якутияне, участники специальной военной операции, прошли подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами. Напомним, по поручению главы Якутии Айсена Николаева в колледже связи энергетики имени Дудкина открылся Центр обучения операторов информационных систем. Его основной задачей является подготовка и переподготовка квалифицированных кадров в короткие сроки для востребованной отрасли, по требованию и с участием работодателей. Получили некое знание, о которых мы не знали, попрактиковали различные упражнения. И, ну, соответственно, вот основной, так скажем, посыл, чтобы более эффективно и более продуктивно проявить себя уже на зоне специальной военной операции. Мы получили удостоверение, получили повышение квалификации, документы, ну, чтобы в последующем, где-то, может быть, уже на гражданской специализации, применить эти знания, эти навыки. Председатель узбекской диаспоры Абдулмубин Мамажанов передал якутским бойцам автомобиль, антидроновое ружье, два дизельных электрогенератора и маскировочные сетки. Он передал их министру по внешним связям и делам народов Якутии Гаврилу Кириллину, и в кратчайшие сроки все вещи будут доставлены до солдат. Также якутскому пункту отбора на контрактную службу Министерства обороны России Успекской диаспорой приобретены пять шатров для организации агитпунктов в Якутске. Наши соотечественники из Наукадского района, предприниматели, предприниматели Мир Махмудов, еще в городе несколько штук кафешки своим акциям организовали помощь на СВО. Рабочий штаб, который работает вместе с диаспорами, Ассамблея народов очень активно тоже работает. Бельская диаспора республики Саха-Якутия тоже внесла свой вклад. С момента начала СВО было собрано очень большое количество гуманитарной помощи. Короткий строительный сезон и нетипичные грунты значительно осложняют работу дорожников в Якутске. Сразу несколько крупных дорожных магистралей в столице региона закрыты на ремонт. Однако специалисты обещают завершить все работы уже к осени. С ходом ремонтных работ знакомился и Петр Васильев. Вот уже два года проспект Ленина. Частично перекрытая улица Паярково, ограниченное движение в старом городе и даже в районе аэропорта. На всех этих дорогах в настоящее время ведутся ремонтные работы. Безусловно, цель у процесса благая. Однако сегодня горожане и автомобилисты сталкиваются с рядом неудобств. Одни вынуждены стоять в пробках, у других любимый двор превратился в проезжую часть. Ну, в последнее время очень много ремонтируют. А до этого, конечно, качество очень хромает. Хорошо, что ведутся работы, но плохо, что результаты данных работ приходят сразу не в год, но в течение одного-двух лет. Много дорог ремонтируют в одно время и ездить вообще невозможно. Сейчас улицу Строители полностью закопали и вообще невозможно ездить, как в шахматная доска. Конечно, это очень хорошо. Сколько у нас проспект не ремонтировался, это очень хорошо. Пусть и немножко долго, но зато качественно и у нас будет все вообще хорошо. Как подчеркивают дорожники, неудобства эти временные. Большую часть ремонтных работ завершат уже к началу осени. В минувшем году в рамках нацпроекта в Якутске отремонтировали рекордные 36 километров дорожного полотна. Ну, а на этот сезон у дорожников планы более чем амбициозные. Причем в 2023 году они подкрепляются еще и финансированием. Дополнительные 267 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Якутске в этом году. Это средства специального казначейского кредита. И позволят они ввести в этом году дороги, которые планировалось ввести только в 2024. Это и подъездные пути к социальным объектам, уличная, дорожная сеть и сами улицы не только Якутска, но и его пригородов. В целом в этом году на ремонт дорог в Якутске заложено 2,3 миллиарда рублей. Не везде ремонт будет капитальный, на части дорог он будет ямочным. Ну, а некоторые объекты и вовсе перенесут на последующие года. В этом списке на примере улица 50 лет Советской армии, которая из-за очередей на паром и больших грузов превращается в настоящую дорогу ярости. Текущее состояние данной улицы по некоторым параметрам оставляет желать лучшего. Сейчас у нас есть, ведем специальный режим, да, это ограничение скорости и наличие знаков. Ухабистая дорога, да, но в целом мы понимаем, что эта улица, она, конечно, нуждается в капитальном ремонте. Значит, ровно поэтому у нас в планах до 26-го года провести капитальный ремонт этой улицы. Но это не означает, что до 26-го года мы ничего не будем делать, что мы будем там бездействовать, да. Уже, ну, ежегодно и в этом году в том числе мы проводим работы по текущему содержанию, в этом году в рамках ямочного ремонта. Таким образом, благодаря раннему началу сезона и дополнительным средствам, заложенным на ремонт, уже к сентябрю большинство улиц Якутска приведут в нормативное состояние. Петр Васильев, Петр Лукин, Георгий Григорьев, Якутск. Нефть, газ и электроэнергия – вот три кита, которые поддерживают жизнь на земле. И все это теперь сосредоточено и в Ленском районе. Еще один крупный объект правительства России запланировало построить в Ленске – Новоленскую тепловую электростанцию. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 28-м году. Сейчас ведется работа по определению генпроектировщика и генподрядчика строительства. Но уже назначен директор Новоленской ТЭС Денис Покровский. Его будет вести компания Интеррау. Сейчас руководство компании находится с рабочей поездкой в Ленском районе. Они уже провели встречу с главой района, а также представителями всех заинтересованных структур. Определено сейчас основные технические решения по станции уже. Мы понимаем и знаем сейчас, где какое основное оборудование у нас будет заказано, то есть какие заводы у нас будут это делать, какая установленная мощность, какие производительности установок. Все мы это уже четко понимаем сейчас, потому что основные технические решения уже на стадии согласовываются. Станция будет 550 мегаватт, это однозначно три энергоблока будет. Паросиловый цикл, три турбины, райско-турбинного завода. Это уже решения приняты такие, поэтому мы понимаем уже поставщиков и порядок пусковых и прочее. Все свои потребности. Рабочая группа во главе с министром ЖКХ и энергетикой Республики Вячеславом Емельяновым проверила ход ремонтных работ дома по адресу проспект Ленина, 25. Напомним, там после крупного пожара, произошедшего 4 мая, основная часть фасада пришла в негодность. Наш корреспондент Мария Кардашевская узнала, сколько еще предстоит выполнить работы, в какой срок они будут завершены. 4 мая в Якутске произошел крупный пожар в здании дома, известного горожанам под названием магазина Ильинэгер. Возгорание началось с кровли магазина. Далее огонь распространился на верхние этажи по балконам. После этого незамедлительно было собрано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А в самом доме была объявлена чрезвычайная ситуация. И уже 24 мая в доме начались аварийно-восстановительные работы. В мае месяца 2020 был подписан договор на восстановление общего имущества МКД по Ленину, 25. Срок выполнения работ до 20 июля текущего года. Как мы видим, основные работы по фасадной части сейчас выполнены. Идет усекление балконов, восстановление общего имущества МКД, в том числе и фасадной части магазина Ильинэгер. Значит, подрядчики работают добросовестно. Все мероприятия по капитального ремонта общего имущества будут выполнены в установленные сроки. На сегодняшний день уже практически завершена наружная отделка фасада. Параллельно идет замена окон в подъездах. Мы как фонд капремонта ремонтируем конструктивами. В данном случае идет ремонт конструктива фасад. Также еще где прогорела крыша на нежилых помещениях, ее тоже полностью восстанавливаем. Сама верхняя кровля на доме не пострадала. Также два лифта мы заменили в прошлом году, но это без ЧП, это по программе капремонта. Для выполнения ремонтных работ фонд капитального ремонта заключил договор с подрядной организацией, которая хорошо себя зарегомендовала и всегда выполняет работу качественно и в срок. Так уже совсем скоро горожанам, проходящим мимо дома по адресу проспект Ленина 25, ничего не будет напоминать о произошедшем здесь 4 мая. Мария Кардашевская, Иван Саракумов, Якутск. Подача заявлений в вузы без личного посещения началась на госуслугах. Подать заявление можно на любые формы обучения, включая платное и целевое. Есть возможность подачи заявлений на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование. В Минцифрой отмечают, что в этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение необходимо подать заявление до 25 июля на платное не позднее 20 августа. Более того, сегодняшний день знаменуется началом работы приемной комиссии на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в Якутии. Абитуриенты смогут в любой удобной форме, очной либо удаленной, подать документы на понравившиеся направления подготовки. Об особенностях приема в 2023 году и нововведениях мы узнаем из материала Марины Захаровой. СВФУ предоставляет в общем 4436 бюджетных мест. Также появилась квота для детей участников СВФУ, позволяющей поступать без учета ЕГЭ, лишь на основе результата вступительных испытаний университета. Дети участников СВФУ, получивших ранения, освобождаются и от них. Отмечается, что и подачи документов коснулись изменения. Генеральная система приоритетов, то есть абитуриент пишет только одно заявление в ВУЗ, и в этом заявлении он указывает свои желаемые направления. Абитуриент подходит в приемную комиссию автодорожного факультета, горного института, и он подает, например, в автодорожный факультет, но еще хочет, например, дополнительно в горный. Он подает оператору единого окна одно заявление, и там указывает все направления. Приемная комиссия АГИКи ведет набор на 25 образовательных программ. Выделено 162 бюджетных места. В этом году университет представил уникальную в России магистрскую программу. Теория и методология когнитологии библиотечной деятельности в цифровой среде. Студентов, интересующихся проблемами чтения в цифровой среде, желающих овладеть цифровыми компетенциями и их применением, с радостью обучат не только преподавателей университета, но и приглашенные ведущие специалисты вузов России. В нашей программе наряду с традиционными дисциплинами будет два модуля. Один связанный с психологией, социологией, чтением, технологиями работы с текстом, технологией активизации читательской деятельности пользователей библиотек. А второй модуль будет связан с цифровизацией библиотек. В 2023 году сократилось количество направлений подготовки, на которые можно подать документы. Если раньше была возможность выбрать до 10 направлений, то с этого года их количество сократилось до 5. Следует также помнить, что для подачи университетов доступно не более 5 образовательных учреждений. Марина Захарова, Марферина Алексеева, Иван Циркаумов, Семен Афанасьев, Якутск. Ну а в Якутске в Центре цифрового образования детей IT-куб начала свою работу летняя профориентационная аэрокосмическая школа «Арктика и космос». 80 ребят с разных школ Якутска будут работать над исследовательскими проектами в образовательных лабораториях по 9 направлениям. В течение 21 дня воспитанники освоят навыки проектной деятельности, ориентированные на решение актуальных задач и проблем. Проблемные же вопросы, над которыми могут поработать ребята, озвучили представители департаментов Якутска и Министерств Республики. Мы с нашей стороны, как Министерство экологии и предпользования и сного хозяйства, тоже для затравки, можно сказать, несколько тем дали. Это, конечно же, у всех на устах сейчас это изменение климата. Мониторить данную ситуацию за десятилетия, столетия, как у нас меняется в данном направлении ситуация. И, может быть, даже посмотреть части не только тушения лесных пожаров, но и незаконные рубки с космоса. Нам отправили в классном чате вот этот логик. Я вот заинтересовался тем, что он был про космос, что там были интересующие меня направления, у меня туда пошли друзья. И вот я решил тоже сходить вместе с ними, узнать что-то новое. Всего у нас 6 часов. Нет, то есть включается завтрак, обед, полдник, какие-то мероприятия общие, то есть лекции, экскурсии, может, куда-то мы ходим, в бассейн. В Мирном в рамках второго регионального инвестфорума обсудили потенциал промышленного туризма. Спикеры форума рассказали, как правильно упаковать идею туристического маршрута и подготовить заявку на грант. Подробности узнали и наши коллеги. Современные тенденции индустрии и гостеприимства для развития внутреннего туризма, создание кластера развития промышленного туризма Западной Якутии, эти и другие вопросы обсудили по направлению туризма участники второго регионального инвестфорума. Мы за два дня привезли и гостей из других регионов и из столицы нашего региона. Мы рассказываем, показываем, как ребят, наши земельки дорогие, может на этом зарабатывать и какие еще новые сферы, новые тренды есть. Об этом мы и говорили. В Мирном организованный действует туристический маршрут «Алмазный путь». Реализацию данного туристического маршрута осуществляет туроператор «Северный ветер». Это непростой вид направления бизнеса, так скажем. Для развития данного вида бизнеса необходимы определенные условия, инфраструктура, инвестиции. Также в Мирненском районе субъектами малого предпринимательства осуществляются маршруты по рыбалке и охоте, так называемый «экстремальный туризм». Я очень много интересного рассказываю. Практически все подходит под наш объект. Вот это гостеприимство и прочее. Все, в принципе, будем делать по рекомендациям. Опорной точкой развития промышленного туризма в Западной Якутии является Мирненский район. Безусловно, ключевая точка притяжения – это кимберлитовая трубка «Мир». Преимуществом туристической отрасли Западной Якутии является сформированный бренд Якутии как одного из центров добычи алмазов в мире, продвижение которого очень перспективно на рынках других стран ввиду отсутствия в этих местах объектов индустриального алмазного туризма. Анна Васильева, Мирный. Алдан же готовится к празднованию своего столетия. В канун знаменательного события современники обращаются к истокам, чтобы узнать и вспомнить, как шло становление и развитие города. В настоящее время к выходу в свет готовится книга, посвященная вековому юбилею. Что включит в себя издание и как идет работа, узнали наши коллеги. В настоящее время специалист Алданского муниципального архива Елена Васина работает по запросу, поступившему от одного из учреждений культуры. Елена Владимировна делает подборку информации о фельдъегере Прокопии Самодумове. Он погиб в 1930 году при исполнении служебных обязанностей от рук одной из банд, бесчинствовавших в те годы в Алданском районе. С ним еще был бухгалтер. Они собирали золото. Он вез его 37 килограммов, 399 граммов. И их подкараулили бандиты. Его расстреляли в упор. Бухгалтер не оказал ему никакой помощи. Вековой юбилей города заставляет многих современников оглянуться на десятилетия назад, чтобы вспомнить и узнать, как шло становление и развитие. В настоящее время идет работа над книгой, посвященной столетию Алдана. Имеющиеся в архиве справки, отчеты, нормативные акты, фотодокументы и подшивки периодических изданий хранят поистине бесценную информацию как о реалиях минувших десятилетий, так и о людях, стоявших у истоков и внесших вклад в развитие. В этом деле собраны данные о первом десятилетии существования прииска. Темпы были очень интенсивные. Как мы смотрим, что были и бани, были клубы, столовые, школы, библиотеки. Тогда даже не библиотеки, а как изба, читальня. Руководит проектом главный редактор газеты «Возрождение Алдана» Ольга Жукова. В состав коллегии по подготовке юбилейного издания вошли специалисты архива, сотрудники библиотек, учреждений культуры и журналисты. Работа с большими объемами информации является сложной. Однако вместе с тем, признаются члены коллегии, она захватывает и увлекает. Кроме того, погружение в историю становится своеобразным импульсом к дальнейшему движению сегодня. Таким результатом этой работы стало то, что мы тоже завели свой даже дзен-канал на Яндексе, где поднимаем старые исторические материалы. И, как оказалось, они пользуются большой популярностью и у нынешних жителей Алдана, и у тех, кто уехал за его пределы. И теперь тоже интересуются историей, вспоминают какие-то былые годы свою работу в нашем городе. Работа над книгой началась осенью прошлого года. Издание, которое готовится к выходу в свет, отразит исторические вехи, множество сфер и отраслей первенца промышленности Якутии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Ну а во время празднования Эссаха Туймады в Якутске и Эссаха Ланхоа в Аймеконском районе запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Запускать дроны можно будет только по специальному разрешению, которое выдают администрации столицы республики и Аймеконского улуса. Республиканский оперштаб призывает якутян с пониманием отнестись к принятым мерам. В начале этого года численность населения Якутии составила более 996 тысяч человек. Наша республика занимает первое место по Дальнему Востоку по показателям рождаемости и естественного прироста населения. На проведенной пресс-конференции Айсен Николаев отметил, что одна из главных причин достижения таких показателей успешная реализация мер поддержки семьи и детства. Численность населения в Нерюнгринском районе динамично увеличивается. Показатели смертности уменьшаются, отмечается естественный прирост. Причем в последнее время также отмечено, что очень много народу приезжает сюда жить, а не уезжает, как это было раньше. Численность района увеличивается не только за счет приезжающих граждан. В этом году в Нерюнгре зарегистрировано большое количество коренных новорожденных жителей. Рождаемость у нас увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 25%. В этом квартале составила 151 запись акта о рождении. В прошлом году за этот же период было 120. Среди действующих мер поддержки – единовременные денежные выплаты. Материнский капитал, целевой капитал дети столетия, национальный проект «Демография». В рамках данного проекта при рождении первого ребенка порядка 800 миллион гринских семей получили единовременную выплату. При рождении второго ребенка 950 семей получили региональный материнский капитал. На 1 апреля этого года в республике насчитывалось 999 тысяч 100 человек. Поэтому смело можно рассчитывать, что в этом году в Якутии будет миллионный житель. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Тройное счастье. Сегодня в Национальном центре медицины выписали первую тройню этого года. Три мальчика появились на свет 11 мая, но лишь сегодня смогли отправиться домой. Все подробности в следующем сюжете. Распашонки, боди и шапочки с размером пальчик. Все в тройном размере. К выписке из роддома готовится теперь уже многодетная семья Слепцовых. Маме всего 26, но это были уже вторые роды. Правда, признается, ухаживать за тройняшками в первое время было совсем непросто. Мы были в шоке, немного было страшно. Потом разговоры с семьей, ну муж поддержал, семья поддержала. Валентина поступила в медцентр Планово в начале мая. Александр, Степан и Савелий появились на свет 11 мая. Родились полуторакилограммовыми, но за проведенное время в медцентре дети существенно окрепли. За ними ухаживали более месяца. Сегодня мы их выписываем абсолютно здоровыми. Более месяца наша команда занималась выхаживанием детей. Дети родились чуть более полутора килограммов. Но сегодня троих мальчиков мы выписываем в удовлетворительном состоянии. Наш центр является центром третьего уровня. И все самые сложные роженицы, новорожденные поступают к нам. В республике с 2010 года предоставляется единовременная денежная выплата многодетным семьям, в которых родились трое и более детей, на приобретение строительства жилого помещения. Молодой семье Слепцовых вручили сертификат на сумму 4 миллиона рублей. Оказание такой помощи будет подспорьем для приобретения собственного жилья. В прошлом году мы пересмотрели условия предоставления, существенно улучшили их с точки зрения, ну то есть упростили. Теперь семья уже не будет вынуждена подтверждать свою нуждаемость. Поскольку такие семьи уникальны, уже без подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий, без дополнительных справок и так далее, мы уже сможем в проактивном режиме назначать такой мер поддержки. И уже сегодня мы вручили соответствующий сертификат. Тройное явление нечастое. И теперь в семье Слепцовых растет целых 4 здоровых мальчика. Отметим, за прошедший 2022 год нашей республики в трех семьях родились по трое детей. Лена Андреева, Илья Сыремятников, Якутск. Также с сегодняшнего дня в Якутске своей двери открыла и персональная выставка народного мастера республики Анны Волковой, посвященная ее 90-летнему юбилею. На выставке представлены ее новые работы, стиль которых придерживается традиции народа саха, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Выставка будет работать до 4 июля. Напомним, Анна Волкова, член Союза художников России, народный мастер Якутии по национальному шитью и заслуженный работник народного хозяйства республики. Она занимается шитьем вот уже на протяжении 80 лет. Вот эти вот сырье, да, вот то, что на выставке представлено, как бы, это все из натурального сырья. Это вот кожа, это меха, да, как бы, это все то, что водится у нас, это все наше местное сырье. Поэтому, как бы, она вот это вот делает не на продажу, не на что. Она делает это для молодого поколения, чтобы они смотрели, чтобы, как бы, повторяли, может быть, что-то свое изделие какие-то, вот, лепту свою вносили. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.